Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте дорогие слушатели и зрители Радио Бум. В эфире Большая перемена и сегодня для вас ведущие Татьяна Чейндай и Иван Вармута. Тема нашего эфира сегодня интернет-маркетинг простым языком. В гостях сегодня у нас Николай Абраменко, владелец веб-студии Лидер Адс. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, расскажите немного о себе, чем вы вообще занимаетесь? Ну, я предприниматель, владелец, руководитель студии Лидер Адс, как уже сказали. Мы занимаемся созданием сайтов, рекламу и, в принципе, для того, чтобы были заявки у наших клиентов. А можете подробнее рассказать, что такое интернет-маркетинг? Вы же все-таки работаете в этой сфере. Какие есть преимущества? Зачем он вообще нужен? Интернет-маркетинг от обычной рекламы, той же наружной, можно, допустим, отделить тем, что она таргетирована. То есть, вместо того, чтобы покупать баннер на улице, где целевая аудитория очень размыта, мы можем настроиться по более конкретным настройкам, например, по полу-возрасту, по географии и даже по интересам. Исходя из этого, можно сделать более точную, более качественную настройку рекламы и получить очень хорошие заявки. Ну, то есть, если я правильно понимаю, вы то самое промежуточное звено между бизнесом, который какие-то потребности людей закрывает, и непосредственно самими людьми. То есть, вы помогаете им встретиться. Да, по большей части так и есть. То есть, это в основном взаимодействие, конечно, с заказчиком. И у него есть продукт. Ему для этого нужны заявки, клиенты. И он обращается к нам для того, чтобы получить контакты с этими людьми. А какие задачи вообще решает интернет-маркетинг? Или, может быть, вы нам расскажете про его направление и более подробно расскажете о них? Ну, интернет-маркетинг применяется много где. Это и товарный бизнес, и бизнес-услуг, и вебинары, онлайн-бизнес, онлайн-обучение, как это сейчас очень популярно стало. Вот. И везде люди ищут какую-то информацию. В основном через поисковики. То есть, это когда конкретно какой-то спрос есть. Если конкретного спроса нет и есть какой-то вау-товар, который может вызывать желание его купить, например, какое-нибудь платье, картины, изделие ручной работы, то для этого хорошо подходят в соцсети, так как человек отдыхает, смотрит ленту, видит и... Типа классный подарок. Давно искал там своему другу, товарищу или себе, допустим, хотел. Платье товарищу. Ну, наверное, в последнее время это очень развивается, потому что сейчас практически все переходит туда, в интернет. Да, сейчас это набирает все больше и больше обороты. Если раньше у нас клиенты были преимущественно молодые предприниматели, то сейчас люди уже и постарше, которые привыкли как раз вот к, скажем так, рекомендациям, которые называют еще срафанное радио и обычной рекламе стандартной по типу баннеров, сейчас уже понимают, что она работает не так эффективно. И также начинают подключаться. Для них это, скажем, очень непросто. То есть они не очень хотят понимать, что такое сайт и как работает вся эта реклама. Им нужны вот просто заявки для того, чтобы сделать продажи. Цифры. Да, и вот к нам как раз и обращаются, что нас посоветовали, что вы можете нагнать нам заявок и все такое. Плюс у нас есть интересные условия. Мы можем фиксироваться и на фиксированную оплату, и на процент от продаж, либо количество выполнения плана по заявкам, по продажам. И тем самым их это тоже привлекает, потому что это своего рода гарантия. И мотивация как раз наших сотрудников для того, чтобы вкладываться своим временем, своими знаниями в то, чтобы получать как можно больше и больше заявок. А вы упомянули сотрудников. А примерно какой возрастной сегмент у ваших сотрудников? И географически все ли вы сосредоточены в Иркутске? Нет, в Иркутске нас сосредоточено на самом деле не так много. Да, и в принципе с развитием интернета не обязательно иметь там офис или встречаться лично, потому что есть зум, можно просто созвониться. Есть CRM-системы, ERP-системы, в которых можно взаимодействовать командой, ставить задачи, контролировать их выполнение. Поэтому тут необходимости нет. По возрасту в основном все очень молодые, что касается специалистов. Есть еще люди, которые помогают привлекать и продавать, своего рода продажники такие, которые работают за процент от продаж, то они уже более возрастные, то есть где-то от 30. Возможно, им больше доверяют, так как они тоже люди такие серьезные. Ну и у них лучше получается выходить на контакт с более возрастными клиентами. А с молодыми, ну больше там у нас получается сотрудничать. А какой самый молодой сотрудник? Самый молодой? Ну, помню, разговаривали с девочкой. Ей было около 16 лет. Она недавно прошла курсы по созданию сайтов, и вот ей нужен был опыт какой-нибудь, простенький клиент. В принципе, поработали с ней тоже. Ну, хорошо, удачно, молодец, у нее все получилось. То есть впечатление о молодых сотрудниках, в принципе, хорошее. Ну да, то есть тут главное, это то, чтобы у человека в первую очередь было желание, а там опыт, в принципе, я как человек, который работал в этой сфере раньше непосредственно сам, самостоятельно, то есть я умею делать и сайты, и настраивать рекламу, и CRM-систему, и все-все это умею делать, то мне несложно там подхватить человека для того, чтобы закрыть какие-то вопросы, которые он не знает. То есть такие вопросы, они обычно довольно-таки специфичны, решаются просто. Это не какая-то рутина, которая там делается очень длительно, просто это, ну, надо знать, куда нажать, так сказать. То есть у вас в штате есть не только, ну, у вас есть фрилансеры, да, с которыми вы во большей части работаете? В основном это сейчас одни фрилансеры. Одни фрилансеры? Ну, потому что зачем держать человека на зарплате, постоянно пытаться загрузить его и мешать ему, собственно, развиваться? Потому что, помню, когда я работал в студии, у нас с этим были большие ограничения, что если ты работаешь, то ты работаешь только с нами, не берешь больше никаких заказов. Вот. Но бывало, загруженность была не очень хорошая, и поэтому большую часть времени ты просто сидишь в офисе, смотришь YouTube, пьешь чай и думаешь, ну, как интересно. А не бывало такого, что хочется вот работаешь в офисе и дополнительно взять, ну, какую-то работу, ну, чтобы об этом никто не узнал, там все такое. Или так нельзя? Может быть, там какой-то договор заключался, чтобы так не было, не происходило? Нет, никакого договора не было. Ну, просто так по-человечески поговорили, обсудили. Ну, в конечном итоге потом, конечно, все свелось к тому, что, ребята, если у вас есть там свои проекты, то берите их, потому что у нас падает загруженность. Это как раз случилось во время пандемии, вот, потому что очень многие закрылись, очень было много бизнеса именно офлайн-овского. по типу ресторанов, кафе, каких-то других ниш, и они вот все прикрылись в один момент. Вот, поэтому, да, возникла очень большая потребность в том, чтобы искать самому себе клиентов. Вот, собственно, отсюда как-то все и пошло. А как обстоит обстановка сейчас? Ну, вот, в данной сложившейся ситуации пострадал ли как-то интернет-маркетинг, или, может быть, заказов стало меньше или больше? Ну, с одной стороны, пострадал, в том плане, что Инстаграм был очень хорошим источником трафика, в том плане, что там были очень точные настройки. После того, как его заблокировали, с одной стороны, это плохо, потому что потерялось очень много клиентов, но, с другой стороны, у нас есть отечественные рекламные площадки, такие как ВКонтакте, Одноклассники, сеть Майлгрупп, Яндекс, и на них пошел очень большой наплыв. То есть это единовременно привело к очень большому спросу, поэтому ценники на настройку рекламы на создание сайтов, они несколько увеличились, на некоторые направления даже более чем в два раза. Вот, поэтому, ну, люди всегда ищут выход, поэтому работа в этой ниже всегда есть. Главное, не углубляться во что-то одно, а стараться расширить свой кругозор и брать несколько рекламных площадок, чтобы было, так сказать, план к отступлению, если вдруг что-то закроется. Ну, то есть адаптация на другие площадки, в принципе, она уже прошла и довольно успешно. Да, сейчас все больше и больше продолжают переходить те же ВКонтакте, сеть Майлгрупп, Май Таргет, так называемый. Вот, и поэтому, да, заявки продолжают поступать, то есть мы своих клиентов тоже переключили, у нас все хорошо, работает. Вот, даже стали пробовать новые каналы, которые раньше не пробовали, такие как, например, Яндекс.Дзен, мы здесь вышли. Вот, это такой формат, где люди пишут статьи. То есть раньше это было не популярно, а сейчас на это обратили очень большое внимание, и это очень хорошо работает, потому что, к примеру, у нас есть клиенты-застройщики, агентства недвижимости, которым нужно продать квартиры. Вот, и там цикл сделки, он бывает довольно-таки большой, плюс большая конкуренция, потому что жилых комплексов в городе довольно-таки много, и все они конкурируют за своего покупателя. А особенно сейчас, когда подняли, кредиты стали дороже, ипотеки в том числе, то людей, у которых есть наличность, их стало совсем мало, и ниша очень перегрета. Вот, поэтому формат написания статей, он очень хорошо подошел, в том плане, что пишем какие-нибудь броски и заголовки, люди на них реагируют, читают статью, уже сразу вовлекаются, узнают о живом комплексе и обращаются к людям потом за консультацией, собственно, уже в компании. Также благодаря статьям мы можем повысить лояльность наших клиентов к продукту. Да, то есть они очень хорошо читают, потом на них можно настраивать повторные показы, чтобы они дополнительно еще прогрелись, если не перешли в сделку. Поэтому, да, раньше просто это было не очень популярно, и писать статьи в основном приходилось только для SEO, для небольших рекламных постов, а сейчас вот эта ниша очень активно развивается, и там тоже очень большой спрос на как раз людей, которые умеют писать эти статьи, потому что в Яндекс.Зен они пишутся довольно-таки специфично по определенным правилам. И специалистов там сейчас тоже очень мало, там есть, скажем так, Marketplace, доска объявлений специалистов, которые свободны, и они тоже очень хорошо подняли свои услуги, продолжают зарабатывать, как раз вот на том, что сейчас пошел очень большой спрос, как раз вот на статье. Ой, то есть мы узнали, какие платформы, в принципе, платформы, в принципе, свободны, это ВК, это Яндекс.Зен, в принципе, можно работать, если что, на них рынок не переполнен. А вопрос касательно опыта. То есть чтобы прийти в эту сферу, какой опыт нужен? Или может быть надо отучиться на какую-то профессию? Конечно, очень хорошо, когда есть знания профильные по интернет-маркетингу, потому что уметь именно вот настроить, это одно, а понимать все, как это работает, вся интернет, точнее, маркетинговая стратегия, то это другое, потому что это не только реклама, это вся связка, начиная от первого контакта с человеком, когда мы, допустим, его зацепили статьей, он вовлекся, ему стало интересно, он потом пошел в поисковик, посмотрел, где это на карте, нам обязательно надо держать позиции также и на картах. И потом он, из-за того, что делал запросы, мы начинаем догонять его в рекламных сетях Яндекса, и также Яндекс сотрудничает с ВКонтакте, он может передавать все поисковые запросы, которые вводят люди, и показывать им рекламу, когда они отдыхают, например, ВКонтакте. То есть человек, который получил образование и имеет фундаментальные знания, ценится? Да, это ценится, но самое главное, как показала практика, это желание. То есть, чтобы человеку действительно было интересно. Ну, я думаю, как и везде. Ну, да. Ваня хотел что-то спросить, наверное, про студентов. Да, ну мне, конечно же, как студенту интересно, да, если я сейчас студент, вот могу ли я обратиться за работой? Да, даже не то, что обратиться за работой, да, а вот захотелось мне, да, попробовать свои силы в этой сфере. Что мне для этого нужно, хотя бы примерно, чтобы я мог прийти и сказать, вот мне нужен маленький опыт, хочу набить руку. Просто бывает такое, что студенты учатся, ну, в очной форме обучения, и не всегда получается совмещать какую-то работу с учебой. А интернет-маркетинг как раз можно работать дистанционно. Да, я понял вопрос по первому опыту работы. Вообще, как показывает практика, проще всего найти первый опыт как раз среди знакомых и друзей. Потому что у каждого в окружении есть там хотя бы один человек или у этого, у своих друзей знакомый, который чем-то занимается или начал заниматься, и предложить ему так и объяснить ситуацию, что вот у меня нет опыта работы, но есть большое желание, я понимаю, как это все работает. Давай попробуем. То есть можно даже договориться без первой оплаты, но за процент, к примеру. Вот, чтобы предприниматель тоже понимал, а с чего он сможет заплатить. А заплатить он как раз сможет с продажи конечного продукта, товара или услуги. Вот. Поэтому первый опыт, скорее всего, лучше надо поискать у себя в окружении. Вот. Или на фрилансе. Сейчас очень популярный фриланс-площадкой стал Яндекс.Услуги. То есть раньше были другие, но Яндекс сейчас очень хорошо дошел на наш российский рынок. И там можно оставить свою вакансию и будут писать. Либо сразу же найти уже готовые заявки. Они недорогие, но для первого опыта они подходят и люди, которых оставляют, в принципе, и ожидают, что работа не будет выполнена мега качественно, но будет выполнена как бы хорошо. А если люди вот только вот сегодня, после нашего эфира, узнали, что такое интернет-маркетинг, и они такие, О, можно совмещать учебу с работой, не в ущерб учебе. Что тогда нужно делать? Ну, обязательно нужно понять, какая площадка вам нравится. То есть это, что касается, если интернет-маркетинга, то это обязательно реклама. Вот. Можно, допустим, взять социальные сети, потому что в социальных сетях не нужно делать сайта. Можно сразу взаимодействовать со своей аудиторией через группы в социальных сетях, такие как, допустим, группы ВКонтакте. Если есть желание делать сайты, то могу порекомендовать конструктор Tilda. Очень удобный, очень простой. Вот. И много где применяется. Спасибо большое. Я уверена, что нашим студентам было интересно послушать, узнать что-то новое. Тем более вы поделились интересными приложениями, в которых мы можем работать. Да, я думаю, много информации для размышления. Эфир наш подходит к концу. В эфире был Радио Бум. Наш гость сегодня Николай Абраменко. Наши ведущие Иван Бармута. И Татьяна Чаиндай. До новых встреч. Увидимся в следующем эфире. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok